Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как размножать лилии чешуйками. Каждому из нас хочется, чтобы какой-то незабываемый сорт оказался у нас не в единственном экземпляре, а чтобы его было очень много-много и лилии долго радовали наш взгляд. Вот смотрите, вот этим вот лилиям, которые у меня получились из чешуек два года, вот на второй год у меня расцвели такие вот красавицы. Некоторые сорта получаются на третий год, зацветают. А если у вас легкая рука и очень хороший сорт, который хорошо разрастается и растет, то лилии могут зацветить даже на первый год, выдать одиночный цветочек. Вот, друзья, поэтому сейчас я вам расскажу, как я размножаю лилии чешуйками. Смотрите, у знакомой увидела прекрасную розовую лилию с огромными просто цветами. Она выкопала мне один стебелечек, одну луковичку. Вот и сейчас из этой одной луковички через год-два-три я себе сделаю их штук двадцать, друзья. Вот смотрите, вот это вот чешуйки. На каждой чешуйке может образоваться от одной до пяти-шести луковиц. Поэтому, честно говоря, эту луковичку я жарить не буду. Чешуйки отрываются легко. И запомните, что каждая чешуйка вам даст одну, две, три луковицы лилии. Вот я себе. Отламывайте, не бойтесь. Вы вреда чешуйкам не приносите. Вот. Вот на этих вот местах у вас будут образовываться маленькие луковички. Все это я вам буду показывать. У меня уже есть луковички, которые, чешуйки, вернее, которые положены месяц назад. Вот. Ну, достаточно мне. Здесь уже будет очень много лилий. Вот. А эту луковичку я посажу в горшочек. Такие вот маленькие я сажу в горшок. Они в землю. Там они могут потеряться. Еще что-то. А в земле они у меня прекрасно зимуют до следующего сезона. Итак, у нас получились вот такие вот луковички. Честно говоря, я их ничем не обеззараживаю. Смотрела вот видео, это обеззараживают. Ну, для меня это лишняя морока. Во-первых, конечно, вы можете обеззаразить, если вам попался какой-то больной экземпляр. Мне вот он попался чистеньким, хорошеньким, свеженьким. Чешуйки, как вы видите, тоже чистые, хорошие, свежие. Поэтому заморачиваться я не буду. Я беру вот такой вот 500-граммовый стаканчик пластиковый. Потом моксфагнум. Вот. Моксфагнум. И вы можете вот так вот положить туда мух. Чешуйки. Потом еще мух. Еще чешуйки. Потом все это чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так вот водичкой пролить. Мух сам по себе предотвращает развитие разных болезнетворных микробов. Вот у нас здесь с вами теперь наши чешуйки. Накрываем все это добро крышкой. И стоят они у меня вот такие вот баночки, контейнеры на улице в тени. Потом водичкой я их не подливаю. Они у меня так и стоят до образования чешуек. И сейчас я вам показываю чешуйки, которые я сложила в мох месяц назад. И что из этого получилось. Так, смотрите. Вот такой вот у меня 5-литровый контейнер. Видите, у него вот водичка скапливается. Вот он стоит у меня на улице. В тени, в тени дерева месяц назад я сложила в него сборную солянку. Много-много лилий. Ну, сорт для меня в данном случае не имеет значения, потому что мне надо засадить бельями участок на улице. Поэтому здесь в лилии не слишком ценных сортов. А теперь смотрите, что мы имеем. Они уже даже опустили корешки, росточки. И это всего за месяц. Вот видите, две ярко выраженные луковички у нас появились. С корешками, с ростками. Вот вообще замечательная луковица. Смотрите, какие большие. Вот. И какую ни возьми, какую ни возьми. Все они пустили от одной до трех-пяти луковичек. Вот видите, корни. Вот красота все это. Эта красота у вас зацветет в зависимости от сорта через годик и от вашей легкой руки. И от условий. Смотрите, сколько луковиц. Это же вообще бомба. Вот. И от условий, которые вы для них создадите через годик, два, три. Три это максимальный период, когда ваши луковицы зацветут. Вот смотрите, сколько этого добра. Что же нам с этим добром теперь делать? Сейчас я вам все это покажу. Вот смотрите, часть луковиц, самых сильных таких крепышей из предыдущего контейнера, который я вам показывала неделю назад, мной был отсажен вот в такой вот вазон. Земля в этом вазоне покупная для комнатных растений. И вот смотрите, вот видите, они уже выпустили первые листочки. Вот такие вот настоящие. Я уложила. Я не снимала луковички из чешуек. Они здесь так и уложены. Они здесь уложены вместе с чешуеками. Неглубоко сейчас я вам поддену, покажу. Вот. Видите? Вот так вот. Они на чешуйке. Неглубоко уложены в землю. Слегка присыпаны землей. Земля у меня здесь не слишком влажная. Просто в чуть-чуть влажном состоянии поддерживается, чтобы наши луковички не загнили. И вот здесь они у меня будут расти до того, как не пожелтеют. И не отойдут, так сказать, ко сну. Вот. И тогда я вытяну, вытяну вот эти вот чешуйки. Отделю луковички. И они будут у меня храниться в отделении холодильника для овощей или же на боковых полочках. Вот. До следующей весны. А следующей весной я опять их пока еще пересажу в горшочки. Вот. И вы уже видели в начале моего ролика, какая красота у меня получилась на второй год. Все. Спасибо, друзья, за внимание. У вас все получится. И из одного сорта вы можете получить до 50 прекрасных кустов лилий. Все. Спасибо, друзья, за внимание. И до новых встреч.